Показать через свою историю, историю Севастополя и всей страны за последние 90 лет. Такую непростую задачу поставили перед собой участники ансамбля песни и пляски краснознаменного Черноморского флота на отчетном концерте в честь своего дня рождения. Мы пошли по классическому сценарию, пройти по вехам истории от момента его организации. Прародителем нашим был Федор Шаляпин и первый матросский хор, который еще был до революции организован. И потом, конечно, перед Великой Отечественной войной был организован ансамбль песни и пляски. И до сегодняшнего дня вот он дошел практически в таком состоянии, которое мы его организовали. К основным вехам своей истории, а следовательно и программы концерта отнесли момент создания коллектива, естественно, период Великой Отечественной войны, восстановление страны в первые послевоенные годы, тяжелые 90-е и, конечно, воссоединение Севастополя и Крыма с Россией. Ансамбль всегда выступал в авангарде таких событий, значимых как для страны, так и для мира в целом. То есть в Великую Отечественную войну, мало того, что ансамбль ни на один день не прекращал свои работы, ездил по позициям, ездил выступать для моряков, для бойцов в Великую Отечественную войну. Также ключевое для всего мира событие – это была Ялтинская конференция, на которой также выступал наш коллектив. На концерте ансамбль представил свои лучшие хоровые, вокальные, хореографические и инструментальные номера. К 90-летию готовились полтора года. За это время успели снять фильм и написать книгу о истории коллектива, в которую вошли не только самые значимые события, но и личные воспоминания участников, коих набралось немало. Например, ветеран ансамбля «Ударник» Юрий Жиляев вспоминает, как лет 20 назад выступали перед нашими моряками в Средиземном море. Влажность в этот день была 100%. И когда я выставил свой инструмент, у меня по тарелкам, по барабанам текла вода. И когда я исполнял, играл, эти брызги этой соленой воды капали мне в лицо, заливали, и даже без козырка. Мне постоянно приходилось вытираться не от пота, а от морской воды. И будучи моряком практически, мы же военные морские артисты, я тогда чуть ли не впервые себя почувствовал по-настоящему моряком. Коллектив был создан 18 марта 1932 года по приказу наркома обороны СССР Климента Ворошилова. Он родился не на пустом месте. Энтузиастов собрали из наиболее активных и одаренных участников матросской художественной самодеятельности. Сегодня в ансамбле есть и ветераны, и совсем молодые артисты. Руководство старается больше привлекать внимание молодежи. Для этого включают в репертуар песни современных исполнителей. Алексей Дмитриев, Андрей Вовк, новости Севастополя.